Давайте поговорим о коррупционере и миллиардере Евгении Бомбизове. Я не могу швыряться деньгами. Сколько же вам надо? Речь пойдет о Евгении Бомбизове. Это человек, который знает о налогах, точнее о их выводе, все или почти все. Поехали. Родился Евгений в Харькове, в семье работях. Работали его родители на заводе радио Реле. Это достаточно известный был в Советском Союзе Харьковский завод, у которого было очень много недвижимости. Почему это важно? Потому что впоследствии, уже в 90-х, его отец начал колотить состояние на сдачу этой недвижимости в аренду. Само как-то продалось. Евгений закончил Харьковскую школу, потом университет Каразина и в 2003 году пришел на работу в налоговую Шевченковского района простым инспектором. В 2003 году Евгений становится уже старшим инспектором, а в 2004 году уже замначальника отдела. У него очень стремительный карьерный рост. Возможно, он одаренный был с детства, а может быть, просто денежки помогали. Скорее всего, второй вариант. Эта стратегия была разработана нами в рамках нашей глобальной стратегии. С начальницей Шевченковской налоговой в городе Харькове у Бомбизова сложились хорошие отношения. Они впоследствии прикрывали, закрывали друг друга, помогали с карьерным ростом. Но такого карьерного роста, как у Евгении, тогдашняя начальница налоговой и не снилась. Или даже больше. В 2006 году Евгений становится уже начальником отдела аудитов Шевченковской налоговой. И это уже достаточно большие финансы, потому что там взяточки. А 2006 год, помните, коррупция процветала. Ну и сейчас она тоже не утихает, конечно. Но боремся. В том же 2006 году Бомбизов переезжает в Полтаву, поскольку, ну, нужно было пересидеть. В Полтаве он занимает должность начальника управления персональных обязательств, должников. То есть это тоже достаточно коррупционная должность. Это... ...ис привез... ...твой долг. И в 2007 году мы уже не радостно встречаем его в Харьковской специализированной налоговой по крупным налогоплательщикам. И вот в этой ипостаси, дальше по карьерной вестнице, Евгений ползет уже с удовольствием. Помогают ему в этом харьковский друг Евгений Мураев и совладелец партии «За життя» Робинович. Каждый баран висит за свое ребро. На этих должностях Евгений зарабатывает свои первые миллионы, но еще не миллиарды, поскольку он еще маленький региональный чиновник. Работает он при Дющенко, работает он при Януковиче, а в 2015 году уже при Порошенко проходит люстрацию. Не нашли, почему надо было снять этого товарища. А может быть, Евгений Мураев, Робинович и Арсен Борисович Аваков помогают ему удержаться на должностях. И не просто удержаться, а еще и пойти на повышение. Конечно, Украина это же страна больших возможностей. Правда, для ограниченного числа ее жителей. Не могу сказать, что я удивлен. В 2015 году, после прохождения люстрации, харьковчанин-эмигрант отправляется в Одессу. В Одессе он занимает уже тогда сформированным ДФС в Державной фискальной службе, де юра должность замначальника в Одессе, а де факто начальника, потому что начальника в Одессе тогда не было. В Одессе Бомбизов рассказывает, какой он бедный, какой он несчастный. У него всего 80 тысяч дохода за прошлый год, а у жены там 10 тысяч с копеечками по выплате на ребенка, который уже третий был в их семье. Бомбизов говорит, что квартиру оплачивает его отец, но при этом щеголяет в очень дорогих костюмах, разъезжает на машинах друзей, которые берет покататься и носит на руках часы стоимостью в 2 годовых оклада на его должность. Это абсолютно факт. Из 2016 года, казалось бы, Евгению поперло, поперло по-крупному, потому что Евгений становится в Киеве, начальником офиса крупных платных в податке. Это очень денежная должность, потому что именно этот офис в налоговой собирает 60% от всех налогов страны. И там же решаются и скруточки, и все вот это вот. И вот уже на этой должности Евгений в Киеве представляет особый интерес для своих покровителей, и тех людей, которые помогли ему этот карьерный рост осуществить. А карьерный рост поистине великий с 2003 по 2016 год из обычного инспектора в начальника отдела крупных платных в податке в центральном офисе в Киеве. Такому карьерному росту позавидует любой налоговик, да и не только. Вот это да. Журналистам стало известно, что вот эти вот откатики, там в 30% от НДС, скрученного 1,2% от конверт-центров, которые тоже не забывал любить Евгений Бомбизов, уходят на счета компании его товарища Вадима Горошко, который в свою очередь остаточные суммы переводит, ну себе берет процентик, и переводит их в офшоры для Евгения, и на счета партии за життя Рабиновича. Вот все, больше ничего не надо. Вот такое объяснение, собственно говоря, продвижения Евгения по службе с заделом на несколько лет вперед. Мне, как харьковчанину, истинно стыдно перед всеми украинцами. Я хочу принести от себя личные извинения, что из Харькова вышел вот такой вот коррупционер, который грабит нас на налоги. С Евгением Мураевым и еще другими известными личностями в Украине Бомбизова связывают общие сделки и по медиахолдингам, и по коммерческим компаниям, и по скруточкам НДС, а потому что именно в его офисе все это начинает происходить. Начинает не в смысле с него, до него это тоже делали, но на нем это все теперь базируется. Возможно. 10 сентября 2019 года Евгения наконец-то увольняют. Сколько веревочке не виться, конец будет. А уже 19 ноября 2019 года его задерживает СБУ по обвинениям в разных финансовых махинациях. Я не понимаю. Это была вводная часть по нашему любимому харьковчанину Евгению Бомбизову, который теперь стал звездой национального масштаба, правда он скорее антигерой, нежели герой или какая-нибудь знаменитость. Потому что украл он наших налогов, никто не сможет посчитать сколько. И это была первая часть, которую я подготовил для вас. А в следующей части мы поговорим о его доходах и семье. Я чувствую, что меня разводят. Только не понимаю как. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши в комментариях, жми на хэштеги и увидишь новости по данной теме.